В Мирном торжества, посвященные Дню Победы, начались возложения цветов на городском кладбище. Жители города, ветераны, представители района и городской администрации, акционерная компания «Алроса» и молодежь принесли красные гвоздики и венки на могилы тех, кто оставил свою жизнь ради этого дня. Маршрут возложения цветов к могилам уже сложился. Собравшиеся посетили места захоронения героя социалистического труда Льва Леонидовича Солдатова и героев Советского Союза Виктора Михайловича Кузьмина и Владимира Акимовича Колбунова. Три громких выстрела в воздух и возложения алых гвоздик. Ежегодно почтить память ветеранов приходит множество людей. Ратные подвиги героев навсегда вписаны в истории России. Затем автобус увез группу на окраину кладбища, к семейной могиле, где покоятся Александра Петрова Иванова и ее муж Василий Давыдович Иванов, дошедший до Берлина. В течение всей жизни этот человек не терял оптимизма, силы духа, задора, умел поднять и вдохновить своих сверстников и всегда был образцом настоящего советского человека. В 1942 году ушел на фронт добровольцем в ряды рабочей крестьянской армии. Сражался на руинах Сталинграда, освобождал Варшаву и штурмовал стерны Берлина. Дважды был ранен. Имеет 9 боевых наград. Орден Октябрьской революции, Орден Отечественной войны первой степени, медали за взятие Сталинграда, за отвагу, за взятие Варшавы, за взятие Берлина, за победу над фашистской Германией. Низкий поклон и светлая память Иванову Василию Давыдовичу. Память о великом прошлом живет, несмотря на то, что с каждым годом самих ветеранов, участников боевых действий, тружеников тыла становится все меньше. Но ведь остаются после них дети, внуки, правнуки. Это им и всем нам фронтовики завещали помнить о войне и о победе. Эта традиция остается неизменной. В ранний час представители городской, районной администрации и общественности собираются возле памятника Владимиру Ульянову. 9 мая возложение цветов начинается именно с этого места. В честь празднования 72-летней годовщины Победы к подножию мемориала гости возложили цветы. С этого места делегация разделилась на две группы. И одна из них прошла к дому, где когда-то проживал Юрий Хабардин, геолог, первооткрыватель трубки «Мир». Во многом благодаря ему мирно образовался и стал прекрасным современным городом. В 1947 году, когда Англия отказалась нам продавать алмазы для промышленности Советского Союза, Иосиф Иосиф Иванович Сталин издал приказ о поиске алмазов на территории Восточной Сибири и Якутии. И вот уже тогда группа во главе с Хабардиным Юрием Ивановичем выдвинулась на поиски. Не могли в этот день не посетить и памятную доску Ивана Серебрякова, героя социалистического труда, почетного гражданина города Мирного. Проживал в алмазной столице еще один знаменитый участник Великой Отечественной войны Владимир Колбунов. Разведчик, участник многих операций по освобождению Киева, Курска, Москвы, человек, прошедший всю войну до самого Берлина. Цветы были возложены и памятнику Льва Леонидовича Солдатова. Участник войны, герой социалистического труда, один из первых руководителей треста Якут-Алмаз. Не обошли вниманием в этот день и дом, где жил и работал Семен Васильев, участник Советско-Японской войны. Он много лет проработал экскаваторщиком треста Якут-Алмаз. За выдающиеся успехи был удостоен звания Героя социалистического труда. В этом году Семену Митрофановичу исполнилось бы ровно 100 лет. В этом году в Мирном появилось еще одно памятное место. Посвящено Василию Давыдовичу Иванову. Отличник милиции, ударник коммунистического труда, почетный гражданин города Мирного. Он участвовал в битвах за Сталинград, в освобождении Варшавы и Берлина. Завершился объезд памятных мест посещением мемориальной доски еще одного участника войны, узника фашистского плена. Владимир Никоноревич Батинчук. Первый руководитель уникальной в то время стройки на вечной мерзлоте Вилюйской гидроэлектростанции. Сегодня его имя увековечено в названии «Каскада Вилюйских ГЭС». Вслед за городской площадью делегация отправилась к одному из самых молодых памятников алмазной столицы, посвященной воинам-интернационалистам. В память о тех людях, которые выполнили свой долг, защищая мирных людей, здесь были оставлены красные гвоздики. Следующая остановка – улица Советская 7. Мы находимся у дома, где жил наш земляк, герой Советского Союза Виктор Михайлович Кузьмин. Он родился 10 февраля 1923 года в Ленинграде в семье простого рабочего. На военную службу был призван еще до войны 15 октября 1940 года. Участвовал в боях за освобождение Варшавы, столицы Польши, и во взятие в логово фашистской Германии, города Берлина. За проявленное мужество во время операции по форсированию реки Одер Виктор Михайлович удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Для чего нужны памятники? Чтобы рядом с ними в особенные дни замедлить время и раскрутить сжатую пружину ушедшей эпохи. Вспомнить, признать, поблагодарить. Прикоснуться к свидетельству ежедневного человеческого подвига. Сказать себе – и мы так сможем. Обязательным местом посещения в такие дни является и памятник Виктору Иларионовичу Тихонову. В адрес бывшего управляющего трестом Якута Алмаза также было сказано немало теплых слов. Человек, без участия которого развитие всей алмазодобывающей промышленности страны сегодня трудно представить. Не ради славы воевали и погибали люди в Великую Отечественную, а ради жизни на земле, ради своей Родины, ради России путь к победе был долгим и трудным. В торжественные дни авиаторы не забывают посетить и мемориальную доску первого командира мирницкого авиапредприятия Владимира Кузакова. Именно в его честь в Мирном названо шоссе Кузакова, а на стене дома, где он проживал, установлена памятная табличка. В 2017-м в Мирном открыли и новые мемориальные доски. Андрею Ивановичу Василенко и Гавриилу Ивановичу Васильеву. Конечно, нашему поколению ребятки досталось очень хорошо. Мы трудовики, мы фронт кормили, выращивали хлеб, все. Но на фронте было, конечно, страшно. И мы никогда не забудем, когда объявили День Победы, столько было радости. В память обо всех легендарных людях Мирного участники делегации оставили живые цветы, как символ признания их неоспоримых заслуг. Никто не забыт, ничто не забыто. Акция «Бессмертный полк» стала в нашей стране уже доброй традицией. С 2011 года россияне выходят на улицы с портретами своих фронтовиков. В Мирном акция проходит уже в четвертый раз. И если на первой из них участвовало всего лишь 20 школьников, то в прошлом году количество участников выросло до 2,5 тысяч человек. Эту акцию поддержали люди по всему миру. Она объединяет всю страну и помогает нам не забыть тех, кто победил в самой страшной войне. В Мирном сбор участников начался возле Политехнического института. Отсюда горожане прошли по улицам Алмазной столицы до Площади Победы. Это мой дед. Я его, правда, не знала совсем. Киреев Павел Петрович. Он пришел с войны живой. Награжден был орденом славы третьей степени за подвиг. Он был телефонистом гвардейского артиллерийского полка. Это мой дед Антонов Павел Антонович. Он вернулся с войны в 1945 году, весь израненный был награжден медалью за отвагу. Прошел всю войну. Как вы думаете, значение данной акции для нашей страны? Это очень большое значение. Вот приучаем своих правнуков. Акция «Бессмертный полк» год от года собирает огромное количество людей. Участники не просто собираются вместе и несут фотографии. Значение ее в том, чтобы показать и вспомнить тех, кто победил в войне с фашизмом и подарил нам мирное небо над головой. Мирненцы идут дальше единым полком со всей страной, храня память о своих героях. День победы! День победы! День победы! Для участия в митинге, посвященном 72-й годовщине, победы советского народа в Великой Отечественной войне, шагом в бурж! КОНЕЦ КОНЕЦ Здравствуйте, уважаемые телезрители телеканала «Алмазный край». Через несколько минут мы начнем прямую трансляцию празднования 72-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне. Мы находимся на площади Победы в Мирном, и сюда уже подходят участники акции «Бессмертный полк». В это раннее утро тысячи горожан принимают участие в торжественных мероприятиях. Праздник Дня Победы является для каждого жителя нашей страны священным. Итак, участники акции уже совсем близко, поэтому мы начинаем. Челями народу, будущее за нами! Вместе мы победим! В праздничном параде представителей Коммунистической партии России самым трудным и в то же время самым героическим периодом в истории нашей Родины явилась Великая Отечественная война. Истоками победы были героизм и мужество командиров, рядовых, солдат, партизан, дружеников тыла, военное искусство полководства Жукова, Рокоссовского, Конева, Малиновского. Все они были коммунистами, беззаветно преданными идеям коммунизма. Мы все помним нашу историю, преклоняемся перед подвигом наших отцов, дедов, прадедов. Память соединяет прошлое и будущее, делая нас сильнее. Сегодня в одном строю поколения 20-го и 21-го века. Идет бессмертный полк России, шагает в будущее, опираясь на великое прошлое. Подвиг, совершенный во имя жизни, будет жить в веках. Память о доблести и героизме в сердцах и генах детей и внуков. Мы сопричастны чувствами к своим родным, к своей семье, к истории Родины. В строю идут сегодня моряки и пехотинцы, летчики, танкисты, снайпера. Из городов Москвы, Казани, Тулы, Минска. Бывшие ребята военного двора. Мы, внуки их, кто на портретах, сейчас стоим в одном строю. Здесь даже те, кто сгинул где-то, не увидев Родину свою. Ушли солдаты, а память осталась. О них и ужасах войны. Бессмертный батальон, да малость, которую мы им отдать должны. Мне трудно сдерживать нахлынувшие слезы при виде фотографий незнакомых лиц. И я прошу, якутские березы, вы за меня им поклонитесь ниц. Спасибо от всех людей российских за этот сводный батальон. За то, что офицеры и солдаты идут сегодня рядом после похорон. Встречайте, приветствуйте участников парада. Аплодисменты с праздником, с Днем Победы. Ура! Аплодисменты с праздником, с Днем Победы. Аплодисменты с праздником, с Днем Победы. Встречайте, приветствуйте! Бессмертный полк, ты будешь жить веками. Бессмертный полк, ты будешь жить веками. Алое знамя Великой Победы, алое знамя Священной Войны, реет над нами знамя Победно, святыня России, великой страны. Алое знамя – символ отваги и доблести. Алое знамя – символ геройства, сплоченности. Алое знамя – символ духа и воинской славы. Алое знамя – символ победы великой державы. Точкой в окончании войны символом победы стало знамя – штурмовой флаг 150-го ордена Кутузова 2-й степени Идритской стрелковой дивизии, водруженная на здании Рейхстага в Берлине 1-го мая 1945-го года. Внимание! Копию знамени победы, находящуюся на хранении в городе Мирный, в честь митинга, посвященного 72-й годовщине Великой Победы, на площадь трех мечей внести! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Для открытия торжественного митинга, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приглашаются Исполняющие обязанности главы Мирненского района Дмитрий Александрович Ситнянский Исполняющие обязанности главы города Мирный Клим Нестерович Антонов Первый вице-президент, исполнительный директор акционерной компании «Алроса» Игорь Виталиевич Соболев Депутат Государственного собрания ЛТУМЕН Республики Сахай-Якутия Гульсум Акзамовна Бесимбаева Председатель Мирненского районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Николай Федосович Кулажин Главный специалист Управления социального обеспечения и регионального развития акционерной компании «Алроса» Ветеран военной службы, полковник запаса Андрей Вениаминович Добролюбов Учащийся 11-го класса политехнического лицея Данил Себлецов Слово предоставляется ветерану военной службы, полковнику запаса Добролюбову Андрею Вениаминовичу Уважаемые участники Великой Отечественной войны Уважаемые ветераны Трудового фронта Уважаемые жители и гости города Мирный День Победы – это священный праздник Героической славы советского народа Символ национальной гордости, единства и исторической преемственности поколений современной России Уважаемые ветераны Мы свято чтим, храним и помним ваши боевые и трудовые подвиги Которые вы, не щадя крови и самой жизни, совершали на фронтах и в тылу Проявляя при этом высочайшую самоотверженность, мужество и героизм Вы отстояли самое ценное, что есть сегодня в нашей жизни Свободу и независимость нашей Родины Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне Объявляю открытым! Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Предоставляется исполняющему обязанности Главы Мирненского района Дмитрию Александровичу Ситнянскому 9 мая вся наша страна, весь наш народ Выходит на площади к памятникам и обелискам Почему спустя десятилетия из года в год мы приходим на эту площадь 9 мая Ответ на этот вопрос должен знать каждый, кто считает себя настоящим патриотом нашей страны Каждый, кто любит свою Родину и верен своему Отечеству На эту площадь 9 мая мы приходим не только для того, чтобы праздновать ту победу, которую подарили нам деды и прадеды Мы приходим сюда, чтобы помнить Помнить о том подвиге, который совершили наши деды и прадеды на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу Помнить о том, что готовил фашизм нашей стране, нашей многонациональной стране Сжигая в печах душа в газовых камерах концлагерей женщин, детей и стариков Мы должны помнить, что за 4 года войны погибло в боях и просто было уничтожено почти 30 миллионов наших соотечественников Мы должны помнить, что это наша армия и наш народ сдержал натиск фашистской Германии, дал ей отпор, вошел в Берлин и победил Мы должны помнить, чтобы передать эту память будущим поколениям Ради памяти тех, кто сегодня наших героев, которые в строю бессмертного полка Мы должны помнить, чтобы те, кто пытаются сегодня переписать историю, не имели ни малейшей возможности это сделать Мы должны помнить, чтобы те, кто сегодня размещает под лживыми предлогами защиты демократии войска у наших границ Знали и помнили то же, что наши деды сделали с фашистской Германией в мае 45-го Они разбили врага и уничтожили Мы должны помнить, уважаемые, дорогие наши ветераны, уважаемые мирницы, жители нашего района От имени главы Мирнинского района Решат Нургалевича из Махаметова я поздравляю вас с этим святым для нас всех праздником Желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой С праздником! С Днем Победы! Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны Кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре Кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях плену оккупации Склоняем головы перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей Всех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже нет с нами Прошу почтить память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания Великой Отечественной войны Дорогие друзья, дорогие наши ветераны Позвольте передать приветствие, благословение и поздравление всем мирницам от архиепископа Якутского и Ленского романа Сегодняшний праздник это, конечно, праздник всего нашего народа Это памятная дата, которая дорога сердцу каждого человека, проживающего в нашей стране Но, наверное, в первую очередь это праздник наших ветеранов Это праздник тех людей, которые ковали победу Это праздник тех людей, которые умирали на полях сражения Это праздник тех людей, которые были в концлагерях, которые не доедали, не досыпали и трудились в тылу Сегодня Церковь вспоминает особо тех, кого уже сегодня нет вместе с нами Сегодня в храме и во всех храмах Русской Православной Церкви Возносились молитвы о упокоении всех вождей, воинов На поле брани погибших и отдавших свою жизнь За то, чтобы мы могли сегодня жить в свободной и независимой стране Мне хотелось бы возгласить вечную память всем тем погибшим Всем нашим ветеранам, уже ушедшим Чтобы эта память навечно жила Память об их подвиге навечно жила в наших сердцах В облаженном успении, вечный покой Подашь, Господи, усопшим рабом Твоим Преснопамятный вождем и воинам за веру И Отечество на поле брани жизнь свою положившим От ран и голода скончавшимся В пленении и горьких работах невинно умученным и убиенным И всем победы ради потрудившимся И сотвори им вечную память Вечная память Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вечный огонь Символ славы и чести Тем, кто не дрогнул в боях, не предал Память солдатам, пропавшим без вести Тем, кто за жизнь свои жизни отдал Слово предоставляется исполняющему обязанности Главы города Мирный Климу Нестеровичу Антонову Многоуважаемые ветераны воина Труженики тыла Узники фашистских лагерей Дети войны Дорогие земляки Поздравляем вас с нашим великим праздником Днем Победы Летописи каждой страны Из даты Впаянную генетическую память народа Навсегда, навечно Для всех и каждого из нас Без исключения эта дата 9 мая День торжества жизни над смертью День Победы Этот праздник всегда будет жить В наших сердцах В памяти тех, чьи деды и прадеды В течение неизберимо долгих дней Искореняли страшнейший изол фашизм В наших душах и сердцах Нигда не иссякнет подлинная благодарность Истинное преклонение Перед невиданным подвигом ветеранов-фронтовиков Их жен, детей и матерей Что стали тружениками тыла И, конечно же, перед теми, кто возрождал По крупицам восстанавливал из огня Пепла, разрухи Нашу многострадальную, растерзанную Догами страну Отдавая безмерную дань Глобочайшего уважения Людям, прошедшим страшнейшее горнило Испытаний Поздравим родных друзей Друг друга с праздником Который стал символом Нерушимой селестности и гордости Великой страны С Днем Победы Слово предоставляется Первому вице-президенту Исполнительному директору Акционерной компании «Алроса» Игорю Витальевичу Соболеву День Победы Это великий праздник В этот день мы вспоминаем Тот подвиг Который совершили наши ветераны Этот день Он как лучинка памяти Которая позволяет нам Молодому поколению не забыть Кто совершил тот подвиг Который позволяет нам Жить счастливой мирной жизнью Дорогие ветераны Низкий вам поклон За ваш вклад В нашу счастливую мирную жизнь Низкий вам поклон За то Что наши дети Живут в великой стране Могут гордиться своей страной Могут жить Могут планировать свою жизнь Могут счастливо Радоваться каждому дню Дорогие ветераны Я от себя лично От всех работников компании Поздравляю вас С Днем Великой Победы Спасибо вам За ваш вклад Спасибо вам За то Что мы можем жить Мирной жизнью Слово предоставляется Депутата государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Гульсу Макзамовне Бесимбаевой Добрый день Уважаемые мирницы Уважаемые ветераны Трудового фронта Ветераны войны Дорогие гости Алмазной столицы Сегодня Во всех городах И весях Нашей великой родины Отмечается Самый главный Самый священный праздник 1418 дней Многонациональный Советский народ Завоевывал себе победу Он погибал В фашистских застенках Погибал От ран В наших госпиталях Он доблестно Сражался на полях Битв Великой Отечественной войны Вторая мировая И Великая Отечественная война Явились Самой трагической Летописи В истории 20 века И сегодня Мы говорим о том Что советский народ Понес самые величайшие Потери в той войне Почти 30 миллионов человек Но сегодня Через 70 с лишним лет Именно победа Является для нас Тем объединяющим Началом Нашей идеологией Идеологией Сплочения Единства Многонационального Российского народа Будем же гордиться Нашей победой Той Которую нам подарили Наши деды и прадеды Будем гордиться Своей страной Которая подарила Миру Мир Которая освободила его От коричневой Чумы фашизма С праздником вас Дорогие мирненцы Я поздравляю вас От имени Государственного Собрания Илтумен Республики Саха-Якутия И желаю всем нам Чистого неба Да здравствует победа Да здравствует Наша победа С праздником Слово предоставляется Председателю Мирненского районного Совета Ветеранов войны Труда И правоохранительных Органов Николаю Федосовичу Кулажину Добрый день Дорогие наши ветераны Ветераны Великой Отечественной войны Ветераны тыла Труда Пенсионеры Дети войны Наши мирницы Студенты И наши дети Мы помним и знаем Что 22 июня 1941 года Начало Великой Отечественной войны Мы знаем и помним Что 9 мая Закончилась Великой Отечественной войны Наши ветераны Вот они здесь Рядышком На сегодняшний день Занимаются Патриотическим воспитанием Молодежи Вот мы Вчера Позавчера Объехали Все Школы Объехали Высшее учебное заведение Вот Были Торжественные Встречи с ветеранами Разрешите мне Лично от себя А также От районного Совета ветеранов Поздравить И Трудового фронта Для меня сегодня Особенный день Это День Победы День Победы Объединяет в себе Не только слезы Радости и скорби Но и боль утраты И великое Самопожертвование За коротким Но емким словом Победа Стоит мужество И героизм Миллионов советских солдат Напряженный И тяжелый труд В тылу Это дань уважения И напоминание нам Нашим будущим поколениям Какой дорогой ценой Вы заплатили за то Чтобы мы Могли сегодня Строить планы на будущее Спокойно учиться И верить в завтрашний день Дорогие ветераны Ваша жизнь Стала для нас Примером мужества Героизма И духовного величия Пусть Великий День Победы Придаст вам Сила оптимизма Спасибо за победу Погибшим быть бессменно на посту Им жить в названиях улиц и былинах Их подвигов в святую красоту Отобразят в поэмах и картинах Их подвигов в святую красоту Инимайте весточку с дальней стороны С поля битвы шапка До сферовой войны Слышишь, милая, далёкая моя Защищаем мы родимые края Эм, плочинки морозные Увязные деньки Войны ходят грозные Красные полки Мы за пачеком Фашистов разорьём С красным знаменем Вороги не пройдём Эм, а война окончится Не достань и срок Ворочи сердце, и горми милый городок Я по небу, небу синему прольчусь Прямо к милому окошку опущусь Эм, постучусь в окошечко И душа замрёт Выходи, красавица Друг любимый ждёт Мы с нас в севере хороший городок Он в лесах суровый северный зовёт Русская метелица так кружить поёт Там моя подруженька душенька живёт Русская метелица так кружить поёт Там моя подруженька душенька живёт Цветы и гирлянды К вечному огню И постаменту слава героям К священной земле Городов-героев Бреста Сталинграда Керчи Киева Ленинграда Минска Москвы Мурманска Новороссийска Одессы Севастополя Смоленска Тулы Возложить Святык монументы Славы городов-героев Возлагает Исполняющий обязанности Главы Мирненского района Дмитрий Александрович Ситнянский Председатель Мирненского районного совета депутатов Аркадий Владимирович Харитонов Исполняющий обязанности Главы города Мирный Клим Нестерович Антонов Исполняющий обязанности Председателя городского совета депутатов Юлия Борисовна Мёдова Первый вице-президент Исполнительный директор Акционерной компании Алроса Игорь Витальевич Соболев Вице-президент Акционерной компании Алроса Иван Кириллович Демьянов Вице-президент акционерной компании «Алроса» Александр Николаевич Поршков. Депутат Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Гульсум Акзамовна Бисимбаева. Председатель Мирненского районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Николай Федосович Кулажин. Ветераны войны и труда. Представители Коммунистической партии Российской Федерации. Представители партии «Единая Россия». Представители 1-го Якутского казачьего полка. Представители Мирненского авиапредприятия. Цветы к памятнику главнокомандующего генералиссимуса Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина возложить. Цветы к подножию монумента Иосифа Виссарионовича Сталина возлагают. Исполняющий обязанности главы Мирненского района Дмитрий Александрович Ситнянский. Первый секретарь Мирненского комитета Коммунистической партии Российской Федерации Андрей Владимирович Кузнецов. От Совета ветеранов Мирненского района Николай Федосович Кулажин. Ветераны войны и труда. Жители города Мирный. Сегодня, спустя 72 года, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности. Мы не должны забывать, что идеи расового превосходства и исключительности привели к самой кровопролитной войне. В нее было вовлечено 80% населения земли. Порабощены, оккупированы многие государства Европы. Мы должны помнить, новая война начнется тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Наш долг сохранить и защитить память о наших героях. Не меркнет боевая слава в сердцах. Укрепляется народная память с годами. Имена героев живут, будут жить в веках. Подвиг наших близких, родных, всегда с нами. Праздник победы, праздник весны. День поражения жестокой войны. День поражения насилия и зла. День воскрешения любви и добра. Свет вечного огня, жар вещего костра. Тебе рассвет родня, тебе заря сестра. Всем сбившим с пути, всем рухнувшим с коня. Дорогу освети, свет вечного огня. Оружие заколи, замерзших от огрей. Зорвавшихся с полей, наивным будь добрей. Не станет пусть века, ни уголка, ни дня. Куда б не проникал свет вечного огня. Оставшись под земли, пора за лом дыму. Погибшие пришли под ночью твоему. Сквозь дальние огни, сквозь ржавые бинты. Упор, ребята, и так полыхаешь ты. И в прошлый непокой, не сбывший собросной. Сейчас тебе огонь, сейчас тебе костер. Не станет пусть века, ни уголка, ни дня. Куда б не проникал свет вечного огня. На жизненном кругу, сегодня и вчера. Мы у тебя в долгу, свет вечного костра. И прежде, и теперь в долгу за каждый вдох. И если я тебе не выплачу свой долг. Тогда убей меня и прогляни меня. Жар вещего костра, свет вечного огня. Не станет пусть века, ни уголка, ни дня. Куда б не проникал свет вечного огня. Не станет пусть века, ни уголка, ни дня. Куда б не проникал свет вечного огня. Отдавая дань памяти старшему поколению, право пройти по площади победы торжественным маршем, получили победители районного смотра конкурса песни и строя, кадеты государственно-образовательного учреждения, кадетская школа-интернат имени генерала Трошева и учащиеся средних образовательных школ номер 26 и номер 12. Юно-армейцы! Равняйсь! Тырно! Торжественную маршру! Повзводно! Дистанция 10 метров! Направо! Равнение направо! Шагом! Урш! Равнение направо! Равнение направо! Митинг, посвященный 72-й годовщине победы советского народа, в Великой Отечественной войне объявляю закрытым! Равнение направо! Равнение направо! Равнение направо! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Организацией праздничных мероприятий в Айхале занимается не только администрация и культурно-спортивный комплекс. В этом году координировать шествие бессмертного полка помогают ребята Айхальской группы по страйкболу. Все они уже отслужили в армии и серьезно занимаются военно-тактической игрой. Но возглавляют шествие колонны казаки члены патриотического клуба «России верные сыны». Они же несут почетный караул возле обелиска скорбящей матери. В этом году бессмертный полк шествует по уже традиционному маршруту – центральным улицам поселка. Но сам митинг из-за большого количества людей впервые было решено провести на площади у Дворца культуры «Северное сияние», а не у «Вечного огня». Каждую весну в эти майские дни Айхал вспоминает грозные годы войны, чтит память павших и живых. Накануне праздника в учебных заведениях поселка прошли классные часы, конкурсы чтецов и фестиваль патриотической песни. Активистами молодежной организации «Юность Якутии» организованы акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и «Письмо с фронта». Сегодня в поселке проживают четыре ветерана Великой Отечественной. Двое из них – Нина Пименова и Сентябрина Рудых – находятся на лечении. А Карина Красуля и Николай Игнатьев принимают поздравления в Айхале. Спасибо вам. После митинга всех желающих угощали солдатской кашей и пригласили на праздничный концерт. Из-за распутицы пришлось отложить лишь проведение легкоатлетической эстафеты в честь Дня Победы. Обильные снегопады накануне отодвинули ее на июнь. Однако для Айхальцев связь поколений – не просто слова. Вместо эстафеты впервые в поселке по инициативе горожан организовано движение праздничной колонны автомобилей. В Ленске праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, начались у стеллы участникам войны, не вернувшихся с фронтов. Активное участие в мероприятиях приняла наша коллега Олеся Васева. Давайте узнаем у нее, как ленчане отметили 72-ю годовщину Великой Победы. Праздничное ожидание в Ленске началось задолго до официальных мероприятий. Здесь собираются участники бессмертного полка. Тут и там снают волонтеры, раздавая георгиевские ленточки. Везде слышны праздничные поздравления. Ленчане в едином порыве готовы встретить День Победы. Сюда всегда приходят семьями. Те, кто не застал живыми своих фронтовиков, с нескрываемой гордостью готовятся нести транспаранты с черно-белыми фотографиями. А старшее поколение делится воспоминаниями. У меня дед погиб в 42-м под Сталинградом. Их с Читы отправили. Там под Сталинградом эшелон разбомбили без вести пропавшие. Мы постоянно про них вспоминаем, постоянно думаем. Надо обязательно детям рассказывать, чтобы это оставалось надолго в памяти. Я очень горжусь и стараюсь, чтобы мои дети и внуки, вот сейчас первый внучек пошел сегодня первый раз самой, я объясняла ему, показывала фотографии, чтобы он знал свою историю. Еще несколько лет назад в праздничный день по улице Ленина от центральной площади до обелиска Победы шли ветераны. С годами их становилось все меньше, и некоторое время в Ленске не ходили по бедным строям. Сейчас, благодаря акции «Бессмертный полк», погибшие на полях сражения и те, кто не дожил до очередной годовщины, снова в строю. В этом году под знаменем «Бессмертного полка» прошло 650 ленчан. Праздничную колонну встречали на площади Победы у Вечного огня. Здесь ее ждали главные гости, ветераны. В основном тыловики и вдовы погибших солдат. Среди них Алексей Лапинский, единственный ветеран войны, который сегодня еще в силах прийти на главный праздник. Он один из четырех живых свидетелей боевых действий. Еще некоторое время назад их было 25. Теперь он один, говорит за всех. Праздравляю всех наших великих участников праздником скорби и праздником радости. Ура! Торжественный митинг в честь Дня Победы. Мероприятие настолько традиционное и отработанное годами, что от него не ждут ничего нового. Выступление официальных лиц, почетный караул, минута молчания. Но именно в этом постоянстве его главная ценность. Участники митинга знают, после минуты молчания все обязательно споют хором День Победы и услышат залпы боевого оружия. Мы обязаны и благодарны нашим дедам, прадедам за то, что мы сейчас живем в мирное время. За то, что мы просто живем под мирным небом, так можно сказать. И в знак благодарности мы ходим на этот праздник. Это мой дед Цуканов Степан Гордеевич. Он на Курской войне воевал, был дважды ранен и от ранений скончался. Мы не можем не помнить их. Наши дети тоже будут помнить, наши внуки, правнуки. Сегодня на улицах города портреты участников Великой Отечественной проносят тысячи их потомков. Здесь вспоминают не только общую победу, но и у каждого солдата, который приближал этот день. Кто-то из участников на фото дожил до Дня Победы, а кто-то пал на поле боя. Но сегодня они все здесь, в одном строю. Их внуки и правнуки помнят и гордятся ими. В этом году телеканал «Алмазный край» впервые запускает телепроект «Бессмертный полк» в прямом эфире. К акции могут присоединиться все желающие. Каждый может подойти к съемочной группе и рассказать историю своей победы и о своих героях. Расскажите, пожалуйста, о той фотографии, которую вы сегодня принесли на акцию. Это член моей семьи, Богданов Иван Григорьевич. Это брат моего деда. Он погиб при обороне города Ленинграда в январе 1944 года. Был старший лейтенант, командир стрелковой роты. Мой дедушка также был участником войны. Прошел финскую, холхенгол. И, к сожалению, его не взяли в действующую армию. И он все время охранял военные объекты в тылу всю войну. Бабушка тоже у меня участник войны. Защищала небо нашей столицы, города Москвы. Запускала заградительные аэростаты. Ну, в принципе, обо всех рассказать невозможно. В нашей семье много людей погибло. И участники войны тоже были. Но вот из погибших Иван Григорьевич единственная фотография, которая сохранилась. Поэтому я взял ее на это движение бессмертной школы. Здравствуйте. Вы, может, тоже нам расскажете историю вашего фронтовика? Да, это мой папа, Иван Титович, 1913 года рождения. Он воевал в начале войны. Он был в Новосибирске на военном заводе. Потом добровольцем ушел на фронт. Воевал в Первом Белорусском фронте. Имел награды. Орден Отечественной войны второй степени. Имел за взятие Берлина, за освобождение Варшавы. Имел медали. Ну, также погибли у меня мамины братья. Кутуев Павел Васильевич, Николай Васильевич. И Кравцов Степан Романович. Давайте продвинемся дальше. Я вижу у вас четыре портрета участников Великой Отечественной. Расскажите, пожалуйста, о них. Вот четыре портрета. Вот это вот мой родной дед. Вот это все его родные. Вот это Василий Иванович, это Яков Иванович. Дед ушел на фронт в 1941 году. А Василий Иванович уходил с Дальнего Востока. Его туда направили. Он был старшим политруком 91-й стрелковой дивизии. А дед Яшко уходил, уже был призван в армию, с Ростова уходил. Попал на Финскую войну. Прошел всю Отечественную, потом попал на Японскую. Самураев громил там. А этот, дядя Ваня у меня, защищал Ленинград. Был в блокаде. Блокадником был. Защищал. Вот все мои герои. Так что это очень хорошо, что есть такой бессмертный полк и можно пронести. Потому что их никто не пронесет, кроме меня. Здравствуй. Можно будет у тебя узнать о фотографии твоего участника в Великой Отечественной войне? Можно. Это мой прадед Герасим. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Он был танкистом. Однажды его контузия, но он вылечился. Он участвовал в захвате Берлина. Он был победителем Великой Отечественной войны. Здравствуйте. Можно будет узнать о вашем участнике, фронтовике? Косарев Николай Иванович. Это мой прадед. Воевал он в конной артиллерии. Я его никогда не видел. Не знаю, только фотография от него осталась. Прошел всю войну. Освобождал Украину. Огражден орденом Красной Звезды. С Днем Победы, дорогие мирницы! Телеканал «Алмазный край» продолжает свою работу в прямом эфире. Сейчас на площади трех мечей мы встречаем бессмертный полк мирного. В последние годы в День Победы невозможно представить без поистине народной акции «Бессмертный полк», когда миллионы людей во всем мире выходят на улицы городов и поселков с портретами близких, которые сражались во Второй мировой войне. Что очень отрадно в рядах много детей. В портретах их дедов и прадедов. История семьи, гордость победы. Партизаны, солдаты, моряки. Сегодня они однополчане. Мирный вот уже четвертый год участвует в акции «Бессмертный полк», чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто сражался в Отечественной войне. Итак, мы продолжаем. Пожалуйста, расскажи, с кем ты пришла сегодня на парад. Это мой прадедушка Шариков Иван Иванович, лейтенант, морской пехотинец. Он был главным в военной разведывательной роте. Он вернулся с войны живым. В бою получил несколько ранений. Через несколько лет пришлось ногу ампутировать. Откуда ты узнала всю эту историю? Кто тебе рассказал? Папа. Не волнуйся. Рассказал папа. Он защищал блокадный Ленинград. Прадедушка у меня по маминой линии. И еще за свои боевые заслуги он получил медаль за отвагу. И у меня еще один прапрадедушка. Звали его Салихов Сабир Салихович. Про него я слишком много не знаю. Но то, что... Может, извините. Может, папа расскажет пару слов? Да, это наш прапрадедушка. Он родом из Казани. Прошел, призвался в РКК в 41-м году. Прошел всю войну. Вернулся домой живым. Прожил более 70 лет. Иван Иванович тоже. Совместно у них около 20 детей. Около 30 внуков. И больше правнуков. Мы чтим, гордимся, помним. Для нас это гордость. С Днем Победы! Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, кто в портрет? Чей портрет? Это мой родной дядя Аветисян Арибек Агабегович. Герой Советского Союза. Полный кавалер трех орденов. Воевал от Армении, Апарамского района до Берлина. Я хочу просто два слова рассказать про него. Не тот боевой путь, который он прошел. Боевой путь рассказывает все ордена, которые у него есть. И данные Минобороны, которые здесь все есть. Просто когда 85 лет была победа, год община, тогдашний первый секретарь Латвии Борис Карлович Пугу отца дядю пригласил Латвию прямо в Рыгу. Дали трехкомнатную квартиру, но он отказался. Он говорил, я буду жить в своей Армении. Трехкомнатная квартира в Рыге мне не надо. Они любили рассказывать все про своих подвигов. Еще второй эпизод, когда в Латвии они взяли плен под его руководство немецкого полковника. С ним была собака, овчарка Рольф. Дядя говорит, когда уже зашли в этот шалаш, взяли Рольфа, полковника, а рядом был Рольф. А командир взвода хотел засредить эту собаку, овчарку немецкого. А дядя это не разрешил делать. Полковника. После этого он единственное получил замечание от командира за это, что он не разрешил застрелить собаку. Почему? Потому что, когда говорят уже, он охранял полковника немецкого, мы хотели застрелить. Собака глазами сказала, я выполняю свою работу. Не делайте это. А так герой, пожалуйста, есть герой. Я в пользу случая хочу поздравить всех мирниц, всех якутян, всех России, бывших Советского Союза за этим святым праздником. Спасибо вам. Вам спасибо. С праздником. Вот такой интересный рассказ мы прослушали о герое Великой Отечественной войне. Представьтесь, пожалуйста, с кем вы пришли и сегодня на парад. Яна Приенко Виктория Леонидовна, внучка Леонида Ивановича Павлова. Участвовал в 41-й по 45-й, всю войну прошел. Участвовал в освобождении Сталинградской битвы, Курской дуге и освобождении Днепра. Второй украинский фронт. Вы одна пришли? Я пришла с детками, с его двумя дочками. Они здесь сейчас пошли возлагать цветы. А для чего вы участвуете? Это память, это дань. И мы должны свое меньшее поколение научить чтить наших ветеранов. Ваши дети то есть знают про своего легендарного... Знают все. Внук и его правнук одет в разведческую форму. Он все знает. Все чтится дома, поминается всегда во все праздники. Спасибо большое. Победу приближали. Не только в тылу, не только на передовой, но и в тылу. Следующий наш рассказ как раз о таких людях. Здравствуйте. С Днем Победы. Представьтесь, пожалуйста. Это моя гордость. Моей бабушкой и дед. Деду было уже 40 с лишним лет, когда началась Великая Отечественная война. Он работал в городе Усть-Каменогорске на оборонном предприятии. И у него была бронь. И сколько бы он ни ходил в военкомат, ни писал заявление, чтобы его призвали, его все время говорили, что ты здесь нужнее, чтобы делать снаряды для фронта. Но, наконец, его заявление удовлетворили. И только в мае 45-го года его мобилизовали. Но уже была победа в Германии. И отправили на Японский фронт, на Восточный фронт. Он принимал участие в боях с Японией. А бабушка Нина Николаевна, она всю войну проработала, шила обмундирование для солдат. Я хочу сказать вот об этом великом событии, о бессмертном полке, что это такое великое дело, даже не... Вернее, и в том смысле, что мы несем, вот как будто они присутствуют вместе с нами, празднуют эту победу. Но это великое дело, что люди достали, нашли фотографии своих дедов, своих прадедов. Узнали о них столько нового. И вот я считаю, что это очень важно, очень нужно. Особенно тем, кто подрастает сегодня. И такая радость смотреть на сегодняшних детей, которые несут своих прадедов, прижимая их бережно к груди. Это просто необыкновенное действие. Спасибо. Спасибо большое. С праздником и вас. Отрадно, что в акции «Бессмертный полк» участвуют школьники. Расскажи, пожалуйста, о своем ветеране. Это дедушка по маминой линии Малафеев Павел Алексеевич. Он родился в Архангельской области 1911 года. В 1942 году он был мобилизирован в Архангельск сам. И пришло бабушке письмо, что он жив и здоров и отправляется на фронт. Но куда, он не знал. Он указал только что на юг. Позже пришло письмо «Завтра в бой». После чего пришло оповещение о том, что Малафеев Павел Алексеевич, уроженец Архангельской области, красноармеец, замком отделения, пропал без вести. Под Красной Слободой. Это на подступах к Сталинграду. А родители не пытались искать? Пытались, но сказали, что он похоронен в братской могиле. Где, знаете? Нет, не знаю. То есть никуда, в никакие инстанции не обращались? Это точно я не знаю. А ты в этом году впервые участвуешь в «Бессмертном полку»? Нет, я вот кроме прошлого года участвовала в остальных всех. Как ты думаешь, такие акции нужны? Да, я считаю, что нужны, чтобы помнить, чтобы дети знали об этом. То есть тут каждый важен. Каждый принял участие в этой великой войне. И мы одержали победу только благодаря тому, что каждый был готов заступиться за свою родину. Все, спасибо большое. Здравствуйте, с праздником. Скажите, с кем вы сегодня пришли? Я пришел с портретом своего отца, Касухина Николая Моисеевича. Я немного увлекаюсь поэзией. Здесь есть книжка моя. Я вам прочту за День Победы стих. Всегда мы будем отмечать Великий День Победы. Отцы рассказывали нам, как воевали деды, Как мир они нам сберегли, Чтоб мы счастливо жить могли. Какой ценой досталось им Нам сделать небо голубым И весь наш мир прекрасным В сражении ужасном. Как много полегло в бою Солдат за родину мою. И я всегда тобой горжусь За подвиг твой, родная Русь, За День Святой Победы, В которой бились деды. С Днем Победы я вас поздравляю, Мир я вашему дому желаю, А еще всей желаю планете, Без войны пусть живут ее дети. Участников акции «Бессмертный полк», Как вы видите, очень много, Очень много желающих, Которые хотят рассказать о своих ветеранах. Давайте послушаем следующую историю. У меня это дедушка, Лескун Владимир Федорович, 1926-1996 года. Он освободил Польшу и Чехословакию, Остался в живых, Был дважды ранен. В рядах «Бессмертного полка» Очень много детей. Вот вы сейчас видите, Одни из них готовы рассказать нам свою историю. Представьте, пожалуйста. Это мой дедушка Немков Иван Егорович. Он ушел на войну в 19 лет. В городе Подмосковье. И вернулся в городе Вене. Он служил во 2-м Украинском фронте. У него много медалей. Есть орден за взятие кемника. Он служил в Минске. Ты гордишься своим прадедом, Как я горжусь своим отцом. Потому что действительно, Мой отец прошел от Можайска, Закончил войну в Вене. И поэтому мне хочется, Чтобы вот это молодое поколение Чтило своих предков, Родителей, прадедов. Чтобы достойно нести Вот эти вот праздники, Которые у нас есть. Достойно нести торжественно. И очень даже приятно, Когда преемственность поколений, Когда дети чтут, помнят. Во всяком случае, Это очень даже хорошо. Спасибо вам за такие хорошие слова. С праздником, с Днем Победы. С Днем Победы. Всех-всех-всех поздравляю. Как мы видим, Вот все пришли, Все участники Бессмертного полка, Пришли вот с такими Замечательными портретами. Напечатали очень красиво. И у всех Георгиевские ленты. Смотрится просто очень красиво. Давайте представимся. И о ком ты хочешь сегодня рассказать нам. Это вот прадед Романов Алексей Андреевич. Он служил на Курской дуге. Был танкистом. Пропал без вести. О нем ничего не известно, да? А есть там письма, похоронка? Да. Откуда ты узнал историю прадеда? Мне рассказывала бабушка, дед, Об моем прадеде. Спасибо большое. Так, следующий подойди, пожалуйста. Представься. И о ком ты хочешь рассказать? Телевизорский Дэвид Романович. Хочу рассказать о Гавриленко Александре Карловиче. Это мой, это дядя моей бабушки. Если честно, я не знаю, где он служил. Но знаю, что пошел он в 14 лет. Служил в 1931 году. Приврал, чтобы было 17 лет. Окончил в 19 лет. А ты бы пошел служить так же, как отец на войну? Не побоялся бы? Нет. Молодец. И еще какие-то истории знаешь про дедушку? Если честно, не знаю. Спасибо большое. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Находимся на площади трех мечей, где все участники бессмертного полка рассказывают свою историю с семьей. У нас следующий герой. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Инга. Я пришла сегодня с дедушками своими. Это Девьянов Ефим. Он, к сожалению, погиб под Сталинградом. А другой дедушка Рыко Филарет, он прошел всю войну. Закончил войну под Кенигсбергом. Я хочу поблагодарить вот за такую, знаете, акцию бессмертного полка. Я считаю, что это, понимаете, своего рода крестный ход. Он нужен, он нужен нам, нужен нашим детям, внукам. Я хотела бы, наверное, сегодня вспомнить слова великого поэта Роберта Рождественского. Люди, пока до сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Детям своим расскажите о них, чтобы помнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли, о погибших помните. С праздником! С праздником и вас! Спасибо! Расскажите, пожалуйста, нам. Это дедушка, да? Это мой прадедушка, литовщинка Александр Лукич. Он родился в 22-м году и воевал. Он воевал на Орловско-Курской дуге и был разведчиком. Получил тяжелое ранение, раздробление ступни, подорвавшись на мине. Он был награжден в 44-м орденом Отечественной войны 2-й степени. А через многое время, то есть в 1985-м, был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. То есть это была его вторая награда. Также он был награжден медалью «За отвагу». А у вас в семье сохранились какие-нибудь письма, фотографии? Ну, только фотографии сохранились. Все, а письма нет. Спасибо большое. Всего доброго. А у нас следующие герои – бабушка и внучка. Представьтесь, пожалуйста. Я Сальникова Любовь Геронтьевна. Я хочу поздравить наших ветеранов. В этот солнечный, ясный день я поздравляю наших ветеранов. Войны и тыла, кто подвигом, трудом нам принесли победу майским днем. Спасибо всем, кто вернулся с победой, кто не пришел с поля войны, с праздником мирненцы. Помните, мы любим нашу Россию за мирное и ясное небо. Спасибо. Я вижу, что вы тоже пришли с портретом. Представьтесь, ты кто? Я Гранкина Софья. Софочка, кого ты держишь? Чей портрет? Я держу моего прадедушку. А ты знаешь, где он воевал? На каком фронте? Ну, я знаю то, что он был на Берлине. То, что он... Хорошо. Софочка, а что ты нам еще можешь рассказать интересного? Я вам хочу рассказать стихотворение автора Сальникова Любовь Геронтьевна. Стих называется «Война». Стонала земля от боли и ран, когда в сорок первом на нас немец напал. Он думал, что быстро Россию возьмет и каждого нас рабом назовет. Но встали все люди на защиту земли и немцу сказали, мы не рабы. Сражались солдаты за родину мать и землю свою смогли отстоять. И наши солдаты в пыли и в крови, в фашистскую крепость победой вошли. И подняли флаг над Рестагом они, победное знамя российской земли. И мы призываем людей всей земли, чтоб жили мы дружно, не найдя войны. Пусть солнце сияет у нас в небесах, цветы расцветают на чистых лугах. Пусть счастливо дети растут на земле, чтоб больше не слышать о страшной войне. Как приятно слышать эти строки вот от такой маленькой девочки. Когда все это видишь и слышишь, ты понимаешь, что наше будущее тоже в крепких руках. Рассказать о своих ветеранах пришли целыми семьями. Представьтесь, пожалуйста, сколько вас человек и с какой целью вы сегодня сюда пришли? О ком хотите рассказать? Здравствуйте. Во-первых, с праздником Победы всех мирян. Поздравляем от семьи, от имени семьи Савиновых. Наш отец Савин Семен Егорович, ветеран Великой Отечественной войны. Участник. Воевал с японцами. Перезавался в 43-м году. Демилизовался в 48-м году. Ушел в армию 80-летним парнем. Какие-то семейные истории у вас есть? У нас семейные истории. У нас большая семья, 10 детей, 4 мальчика и 6 девочек. У нас сейчас насчитывается очень много человек, где-то под сотни, наверное, будет, наверное. Это дети, внуки, правнуки, супра, правнуки. Конечно, и интернациональная семья. И Беларусь есть, и Бурятия есть. Русские. Русские. Да, да. У вас вот сейчас подсказывают, у вас есть традиция. Расскажите про нее. Что за традиция? Ну, традиция встречает 9 мая с семьей полностью, всем составом. И со стороны наших родственников, это получается, зятя, дневестка, с этой стороны, мы отмечаем праздник Победы. И вот так вы всей семьей выходите, участвуете в акции «Бессмертный полк», да? Я так понимаю. Да, да, постоянно участвуем, да. Как мы здесь приехали, и постоянно в дневный праздник Победы ходим, празднуем, отмечаем. Мы должны чтить память, вы с этим согласны, да? Конечно, кто не помнит свои истории, то у него нет будущего. Под красным знаменем, под серпом, молотом, наша страна великая. Сейчас нет Советский Союз, чтобы дело, вот этот фашизм. Мы должны помнить, чтить память наших отцов, дедов и прадедов. Спасибо большое. А мы продолжаем рассказывать о героях «Бессмертного полка», что отрадно люди к нам приходят и вновь рассказывают о своих, своей истории семьи. И у нас следующая героиня. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я Дмитрий Веров Насимовна. Мы мирные, приехали больше 10 лет. Живем. Спасибо всем мирным и поздравляю всех с праздником. Я горжусь своим отцом. Хочу немножко сказать о нем. В 43-м году он был призван в армию, и в 44-м году он уже погиб под Ленинградом и похоронен в деревне Красные пруды. Я больше о нем ничего не знаю. Спасибо всем за все. С праздником вас. Вам спасибо. С праздником и вас. На праздник сегодня пришли люди сразу, вот видите, сразу с несколькими фотографиями. Расскажите, пожалуйста, кто они, вот эти люди? Добрый день. Это мой дедушка Василий Федорович. Три с лишним года войны в партизанах в Белоруссии, в соединениях к Кавпакам. Участник парада «Партизан» в октябре 44-го в Минске. Имеет награды «Медаль за отвагу» и «Медаль партизана». Войну закончил, победу встретил под Берлином, не дойдя 180 километров до Берлина. А это прадедушка моего мужа, Григорий Яковлевич. Он погиб 20 марта 45-го года, не дожив до победы, ну, считанные дни. Воевал в разведке, погиб в Восточной Пруссии. Все данные, конечно, о нем мы узнаем только вот со скудных рассказов родственников и через сайт «Память народа». Ваши дети, внуки, вот знают про своего легендарного дедушку, дедушек? Да, конечно. Они участники тоже сегодняшнего бессмертного полка участвовали вместе со мной. Но, к сожалению, так как они маленькие, уже не выдерживают, устали, бегают по площади, радуются празднику, погоде. Спасибо большое. Спасибо, Иван. К нам приходят целыми семьи. Вот здесь отец, его дочь, внук. Все пришли для того, чтобы рассказать нам о своем герое. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Владимирович. Есть еще четыре дочери. Их всего четыре. Два сына, две дочери всего. Какая большая семья, как это прекрасно. С кем вы пришли? Кто этот герой? Это мой отец. Он работал директором семилетней школы. Был призван в армию в 42-м году. Где он воевал? На каком фронте? Он воевал, ну, самое известное. Под Ленинградом воевал. Потом в этом. В озере какое там было? Ильмин. Ильмин. В этом озере он погиб, считается. Он пропал без вести? Пропал без вести. Нам пришло такое сообщение, что он пропал без вести. Времени, 43-й год, февраль, там это как раз Ильминское сражение. То есть, насколько я понимаю, вот на этом и оканчивается его история. Больше никаких сведений у вас нет? Больше у него почти ничего нет. Потом у него с ним был родной брат, Савва Васильевич Дмитриев. Мой брат его? Вот. Вот этот дядя мой, он меня воспитал после того, как он. Он меня практически как отца, я его помню. Вот. Он погиб. Умер недавно, вот в 92-м году. По нибудь дядя. Работал тоже учителем, директором школы, директором детского дома. Вот так всю жизнь. Около 60 лет учительская работа. И заразил нас всех этой работой. Я женой тоже учителя. Я работал более 50 лет учителем. Дети тоже, вот, учительница тоже. А это чей портрет? А это портрет отца моего мужа. Уже получается линия Ефимова. Он ушел 18-летним на фронт и воевал самые горячие первые годы, в 41-м. И был автоматчиком в танковом десанте. Это были смертники. Их 12 человек ехали на танки в атаку, бросали в атаку. И из 12 человек он всегда выживал один. Именно, наверное, для того, чтобы родились дети. Это моя дочь, его внучка. Это правнучка. Это наша правнучка. Наша моя внучка. А это мои родители. Это другая линия получается. Поэтому в нашей семье воевавших очень много. Другого дядю просто мы не смогли даже поднять и держать. Поэтому для нас это святой день. С праздником. С Днем Победы вас. С праздником. Днем Победы вас. Радом был единственным мальчиком из шести детей в семье. Он призывался с Дальнего Востока. И вот погиб на западе нашей страны. Это мой родной дедушка Харасташовец Михаил Филиппович. Он был коммунистом. И на Украине был оставлен для подпольной работы в тылу врага. Расстрелян фашистами в 41-м году. Бабушка потом одна вырастила четверых детей. Один из которых, мой отец, был первостроителем мирного. Начинал с палаток. А этот другой двоюродный дед Даровских Сергей Михайлович, он служил на границе, на Дальнем Востоке. Он был старшиной заставы и участвовал в войне с Японией, в разгроме Квантунской армии. Но он, к счастью, дожил до наших дней. Умер в 2003 году. Служил долго старшиной заставы. Потом работал на гражданской службе и очень много принимал участие в различных мероприятиях. Всем рассказывал о войне, о военных годах, о том, как все это они выстояли. Из вашей семьи всего сколько человек ушло на войну и сколько вернулось? Ну, ушли на войну из моих, но не только семьи, из моих родственников ушло пять человек. Вот живых осталось двое. Сергей Михайлович и Васильев Николай Васильевич. Но его портрета у меня, к сожалению, нет. А у вас есть какие-то семейные истории, которые передаются из поколения в поколение? Ну, к сожалению, таких вот историй, которые связаны конкретно с боевыми действиями, не сохранилось. Это очень жаль, но почему-то нет. Спасибо большое. У нас снова семья и снова герои. Герои бессмертного полка. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Иванова Зинаида Федоровна. Я здесь более сорока лет живу. И я сегодня с таким радостным, светлым, ярким днем поздравляю всех ветеранов войны и тыла, и жителей Якутии, и всей России. С таким радостным, таким победным, таким веселым настроением всех-всех поздравляю и всем здоровья желаю. И, насколько я понимаю, вы здесь пришли со своим родственником, да, родственником, который участвовал в Великой Отечественной войне. Пожалуйста, что ты можешь сказать? Это мой прадедушка Лоскин Федор Васильевич. Родился в 1921 году, а умер он в 1993-м. Он воевал в Канкинголе против Японии. Он был очень ранен сильно. Он командовал взводом, и они воевали против смертников, даже, говорят, женщин, поэтому там очень много рассказывал, плакал. Очень много наших умерло, не могли поднять руку на женщин. Поэтому он командовал взводом, и, говорит, взвод весь был почти побит. И он сильно ранен был, шашкой в голове. А где он окончил войну? Он окончил Японию, там же окончил. Вот, был сильно ранен, и там и остался. Он долго в Новосибирске учился, оказывается. Он в 43-м, в 42-м конце где-то вызвали его. И на учебе он долго был, рассказывал. Спасибо. С днем победы вас. Счастья вам и удачи. Мирного неба нам. Вам тоже так же. Наш следующий участник, Лариса Леонидовна, каждый год участвует в акции «Бессмертный полк». Расскажите, пожалуйста, о своих героях. Это мои дядьки, уроженцы Орловской области. Василий был призван в ряды Красной армии в 36-м году. Закончил военно-морское летное училище в городе Кир-Молотов. И погиб в 42-м году при обороне Севастополя. Севастополя считается бездетепропавшим. Погиб в звании бортмеханика. Василий Константин был. Георгий был, служил в разведке и погиб при обороне Курска. В звании рядовой он был. И я, конечно, стараемся мы передавать своим... У меня внуков нет, а вот все мои двоюродные братья и братья и сестры передают своим внукам и правнукам, бабушка моя, мама, вот их сестра. Она жива, ей 86 лет. И она всем нам пытается передать все перенесенные горе и беды, вот перенесенные во время войны. У нас Орел, село Теляшка, стояло... Вернее, там стояли немцы два года. В этой деревне были оккупированы под немцами два года. И они очень тяжело выживали. Перенесли все тяготы войны. И вот, ну, должны все знать и помнить вечную память всем. Память усопшим, погибшим. Вы считаете, молодежь обязана знать своих героев, да? Да, обязана. Обязана знать. И, ну, вечная память. А на уроках истории, как вы думаете, достаточно информации о Великой Отечественной войне? Или все-таки действительно нужны вот такие акции, чтобы дети знали еще с детского сада? С детского сада, я думаю, надо это все прививать, рассказывать, объяснять. Сейчас как-то мало уделяется... Нет, в последнее время уделяется много. Вот в наши годы, когда я училась, очень много вообще уделялось. Пататизм был очень развит. Но сейчас как-то это все-таки уже, ну, все направлено в правильное русло направлено. И должны знать, да, в детском саде, я тоже так считаю, привыкать, прививать. И война просто страшная была война. И Россия в этом... Просто такую войну никто не выдержал. Только Россия победила, да. Спасибо большое за историю. Спасибо. А у нас пришли ученики, учителя, которому буквально недавно исполнилось бы 100 лет. Расскажите, кто это? Мы, выпускники Верхневилюйской физмат-школы, сегодня пришли рассказать о нашем учителе, народном учителе СССР Михаиле Андреевичу Алексееве, основателе первой профильной физмат-школы в республике. Выпускники, которые сегодня занимают очень высокие, скажем, положения в республике, да, вышло из этой школы огромное количество людей, образованных, которые смогли поступить в лучшие вузы нашей страны, Советского Союза. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю всех мирницах Днем Победы, Днем этой великой победы жизни над смертью, мира над войной. Мы хотим рассказать о нашем великом учителе, Михаилу Андреевичу Алексееве, который наряду со всеми ветеранами, которые отличаются от нас, от мирных людей, тем страшным опытом, который они знают о войне, о том, что мирной жизни, которую мы воспринимаем как должное, может и не быть. И какое это великое счастье просто жить и трудиться во благо своей страны, во благо своего народа. Таким человеком был Михаил Андреевич. И вся его жизнь доказывает это. Ведь он прошел военный плен. И как после войны, как военнопленный, проходил все эти фильтрационные лагеря советские. И не озлобился на весь свет. И это происходило из-за того, что он понимал необходимость всех этих мер. Потому что война происходила, там разные люди были. И вот эти фильтрационные меры для страны были необходимы. И он понимал своим мудрым умом то, что реабилитироваться можно только своим самодверженным трудом. И вся его жизнь доказывает то, что он стал основоположником всего этого физмодвижения в Якутии. И то, что мы в этой жизни, выпускники его, делаем, добиваемся жизни, свои скромные достижения делаем, это благодаря тому, что когда-то каким-то образом были причастны к тому физмодвижению, который он основал. Скажите, а он рассказывал на своих уроках истории войны, военные истории, фронтовые? Ну, я не могу сказать, что он очень именно говорил о войне. В основном у нас были именно физмат-школа, и он учитель физики. Он нас учил физики, математики, и он любил, и учил нас работать, любить любой труд, уважать любой труд и делать дело очень хорошо. Вот отрадно, что его дело, его опыт изучает юное поколение. Вот среди нас есть ученик седьмого класса, седьмой школы города Мирного, который, в принципе, может быть, даже никогда его не видел, но, тем не менее, он изучил его опыт, его работу, его жизнь. Выступил на научно-практической конференции «Шаг. Будущее» Азарий Корякин. Расскажи нам, вот когда ты изучал жизнь этого человека, что вот особенно тебе запомнилось? Ну, он мой герой. Я узнал о нем, что он учитель, его в армию отправили в 26 лет. И когда он там участвовал на войне, он был комсоргом и батальоном. Когда закончилась война, домой он вернулся ветераном Великой Отечественной войны. Еще он был удостоен отличником образования СССР и ЯСССР. Спасибо вам за рассказ о вашем замечательном учителе. В этом году Мирный был впервые представлен в конкурсе «Турнир юного физика». Вот мы, инициативная группа родителей, которые отправили своих детей в составе команды, а также доцент специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета, Ким Динчер, и я отправили команду. Мы на всероссийском конкурсе и турнир юного физика представили свой город Мирный, а также Якутии впервые. И мы посвящаем вот это маленькое свое достижение 100-летию великого учителя Михаила Андреевича Алексеева. Спасибо. Вам спасибо. С Днем Победы вас, с праздником, мирного неба над головой. Спасибо. Желающих рассказать о своих ветеранах оказалось немало. Люди, как я уже говорила, подходят целыми семьями. Кто у вас на фотографии? Расскажите, пожалуйста, о своем ветеране. Прадедушка, получается, Крапивин Михаил Иванович. Погиб он под Ленинградом. Был старшим, как сказать, политрук, старший политрук. Служил он в роте 683-я бригада, 8-я рота. Вот. Похранили его, конечно, в Добрянке, сейчас, в деревне Кириши. Вот. То есть известно, где захоронен. Вы туда ездили? Я ездила туда, как внучка. Я не ездил туда, я хочу туда съездить, я даже хочу вот фамилию взять его. Вот. Но очень рад за него, то, что просто на 9 мая вот это вот первый раз, конечно. И вот даже я служил, я горжусь этим, то, что вот у меня такой прадедушка. Ты гордишься им? Да, очень сильно, что он погиб за меня, конечно. А вы в подобных акциях, например, в акции «Бессмертный полк» каждый год участвуете? Нет, в этом году, конечно, первый раз. Вот. И какое ты чувство испытал, когда шел с фотографией прадедушки? Гордость, какую-то гордость. Испытал какую-то гордость. Просто то, что я служил, и он служил. Вот, именно так. То есть наши дедушки, прадедушки, они служат нам примером, да? Да, именно так. В какой-то мере, конечно, кто уходит в армию сейчас, конечно, и они подают хороший пример. Ну, сейчас, конечно, армия не такая. То, что раньше уходили на 2 года и даже больше. Сейчас это, конечно, не такая служба. Год 8, конечно, это не то. Ну, вроде нормально пойдет. Раньше служили это, да, 2 года. А мы сказали, откуда наш дедушка Михаил Иванович, прадедушка? Он из Пермской области, город Добрянка. Вот оттуда. Все, спасибо большое. У нас следующая участница «Бессмертного полка». Она расскажет о своих родителях. Представьтесь, пожалуйста. Я Людмила Петровна. Я Печникова Петра Петровича, младшая дочь, 7-я. Мой папа сам был в Скалининской области. Познакомились они с мамой в Москве. Он тогда учился на юридическом, ему было 19 лет. А мама с Владимирской области. Они встретились, и тут война. И встретились только в артирзанском отряде Богдана Хмелицкого. И прошли всю войну с мамой вместе. Отец дошел до бандеровцев, закончил он в Западной Украине. Младший был политориком сначала. Потом, уже после войны, на освоение цилиндных земель его отправили. Вот сейчас фотография, извините, открытка. Уважаемый Петр Петрович, средне-40-летие, Кустановской области, полковник Рябов. Я могу сказать об одном. Хотела сказать о молодежи. Мне горжусь о том, что у меня папа был всегда очень скромный, тактичный человек, ответственный, порядочный, добрый и военный. Я очень им горжусь. Я горжусь, что я его дочь. Несмотря на все трудности, я пытаюсь остаться человеком. Это очень сложно. Но я горжусь Симой и папой, что не дожил он всего... Вот они свадьбы, юбилеи у них 60 лет, всего год. Выточили 150 камней. И когда он захватил 7 немцев, Богдана Хмельниц, в партизанском отряде, пришлось съесть березовый лист, малярия. И вот эти камни, всю жизнь он их носил. В больницу не обращался. И вот на 70 лет удалились 180 камней, пришел мотыточник, и его не стало. После этого не стала годным мамой. После года. Вот о таком замечательном герое партизанского движения нам сегодня рассказала его дочь. С Днем Победы! Знаете, я еще очень хотела сказать, дорогая молодежь, дорогой мой внук Жора Деркунский, будь таким добрым, порядочным, ответственным, молодым человеком. И гордитесь тем, не забывайте о том, что прошло 9 мая, и все. Это должно быть постоянно. Мало ли что, какая боль. Всегда думай, что ты дочь солдата. Спасибо. В каждой семье есть свои ветераны. Великая Отечественная война затронула всех. С кем вы сегодня пришли и о ком хотите рассказать? Моя бабушка, у нее было три брата. Один только вернулся домой с фронта. Один, Сергей, погиб в самом начале войны. Значит, это осталась совсем маленькая фотография. Ну, что самое интересное, у него не было ни семьи, он не обзавелся детьми. Но мы, не сговариваясь, со своей сестрой троюродной, своих детей назвали Сергеями. А потом выяснилось, что наоборот, фотография была подписанная. Что, оказывается, вот младшего брата, который умер, сразу в самом начале войны, звали Сергеем. И вот мой сын очень на него похож. Значит, второй брат, значит, он погиб уже, пройдя всю германскую войну, как они раньше называли. Он погиб уже в японскую войну. И домой вернулся только один брат Георгий. Вот он тут со своими боевыми товарищами в 46-м году вначале сфотографировался, в августе месяце. А это же, еще тут один человек прибавился. Это со своими боевыми товарищами в сентябре месяце. И вот у нас в семейном альбоме... Я вот смотрю, вот старые у вас фотографии подписаны. Покажите, пожалуйста, на камеру, какого года эти фотографии и кому принадлежат. Вот, значит, на память. Вот эта фотография 44-го года, маленькая. Значит, это вот так вот. Значит, и тут написано память родителям своим от вашего сына Георгия Михайловича, другой товарищ Колосов Михаил Иванович из Болгарии. Это 26 сентября 44-го года. Эта фотография тоже на память дорогим моим родителям от своих сыновей и проходящих свой путь моих товарищей. Посылаю вам хранить вечно. Ну, такая фраза была просто промыслительная. Тогда так писали, но, наверное, так нужно было, что действительно хранить вечно. И вот всех перечисляют по именам и отчествам. Смотрите, какие красивые... Каким красивым почерком, да, написано. Ну, да. И самое интересное, фотографии, наверное, она за рубежом сделана. Я просто обратила внимание, что пленка, фотоальбом, это был кодек, старинная фирма. Наверное, в Болгарии они закончили свой путь фронтовой. И вот, наверное, там и фотографировались. Значит, и вот качество фотографии очень хорошее, тоже обратила внимание. Ну, это у вас, наверное, уже как семейная регалия, да? Да, у нас в альбоме это специальная всегда фотография. Еще у нас была еще одна фотография, но она хранится у моей сестры. Значит, два брата встретились на фронте. Параллельные фронта шли, и они сфотографировались. И вот один уже дожил до победы, но погиб уже в Японскую войну. Ну, в общем, вечная память нашим дедам, прадедам и всем погибшим после войны, умерших от ран. Вечная память всем. Ну, всего доброго. Всех с праздником, мирницы. Ну, всего, до свидания. У нас еще представители молодого поколения, наверное, самые маленькие, кто участвует в бессмертном полку. Кто это? Расскажи. Разверни, зайка, разверни, чтобы мы видели. И его посадили в тюрьму, но потом его выпустили. И у него было много медалей, но он потом умер. А ты кого держишь? Прапрапрадедушка. Прапрадедушка. Это наш прапрапрадедушка. Как его звали? Прапрадедушка. Его звали Салихов Халифидзин Нутфулович. Это твой прапрапрадедушка. А вот еще одна семья, которая пришла вместе со своим внучкой, точнее, которая пришла со своим прапрадедом. Расскажи, кто это такой. Представь себе. Это мой прадедушка. Его зовут Петров Егор Кастинович. Он был снайпером. И он потерял во время войны обе ноги. Но он все равно сражался во время. Но он был героем, но он не сдавался был. Какие медали были у твоего прапрадедушки? А вообще, может быть, он какие-то интересные рассказы фронтовые рассказывал? Может быть, что-то расскажете интересного? Может быть, вспомните? В 1944 году он пробал без вести. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Но в силу того, что он был без вести пропавший, то есть награды не нашла Героя. А это мой дедушка Лукин Капитан Алексеевич. Прошел всю войну, вернулся. И наша задача передать следующим поколениям, чтобы помнили о своих дедах, прадедах и о всех Героях. Спасибо. Спасибо, что присоединились к нам. С Днем Победы. Мирного неба над головой. Счастья. К сожалению, ветеранов с каждым годом все меньше и меньше. В Мирном их всего осталось четыре. Вот следующего героя, Иванова Василия Давыдовича, мы все знаем прекрасно. Он недавно умер. Это человек, который прошел до Берлина, дошел до Берлина и участвовал, был, вернее, ветераном алмазодобывающей компании и ветераном внутренних дел. Пожалуйста, расскажите о своей дедушке. Наш прадедушка Иванов Василий Давыдович. Он родился 24 ноября 1923 года. Ушел на фронт добровольцем. И он пошел в 17 лет. Ну и прибавил себе один год. Он попал в Сталинград. Дошел до Берлина. Он строил город мирный. Мы им всем гордимся. Имеет 9 боевых наград. Самые главные за отвагу, за взятие Берлина и освобождение Варшавы. Ты специально подготовился, да? Или где-нибудь участвовал еще с докладом? Я подготовился. Еще больше нигде не участвовал. Гордишься своим дедом? Очень горжусь. У нас дедушка был единственным из республики, который участвовал в Поздавловской конференции. Участвовал в битве за Рейхстаг. Он видел бункер Гитлера. Отдавал салют Сталину, Жукову. И в 1945 году он был принят в параде при Жукове в коммунисты. Мы им очень гордимся. Мы хотим, чтобы память о наших дедах никогда не угасала. Поэтому наши дети тоже о нем знают. Мы выпустили книжку «Я вернусь», называется, Дедушкина, по его воспоминаниям. И эта книжка есть в библиотеках города. Наши дети ее тоже все знают. Поэтому мы всех хотим поздравить тоже с этим праздником, великим праздником. И не забывайте никогда о наших ветеранах. Не забывайте, как досталась эта победа. Сейчас все переворачивают. И необходимо все-таки наших детей учить, чтобы они знали, каким потом кровью все это далось. С праздником всех! А вам отец, дедушка рассказывал какие-то истории? Интересно. Он рассказывал интересные истории. Одна из самых интересных историй. Он рассказывал ее с таким небольшим смехом, когда в Берлине он задержал переодетого немца. Он вел свою службу, как раз они там охраняли. И увидел подозрительную женщину, странно такую семенящуюся. Окликнула ее, и она вдруг побежала. И вот он ее догнал. И оказалось, что это был переодетый офицер немецкой армии. Ну, это одна из таких смешных заметок, о которой была статья в газете тогда, которая выпускалась в Берлине. То есть у нас она тоже хранится, эта статья. Я знаю, что он участвовал в параде в Москве. Да. Когда это было? Он участвовал к 65-летию победы в этом параде. И это был один из последних его парадов. Уже плохо себя чувствовал, но он собрался, как настоящий боец, и принял участие в этом параде. Что, чему он учил своих внуков? Самое главное, чему он учил, это стержень. Стержень, который должен быть в каждом человеке. И если верить и идти к этой цели, всегда можно всего добиться. Никогда не унывать. Вы сами знаете, он никогда ни на что не жаловался. Всегда смотрел вперед. В 1948 году, когда он вернулся, ему поставили диагноз и сказали жить год. Но вы видите, у нас очень большая семья, все знают ее. Много детей, внуков, правнуков. И он дожил до 2011 года. Спасибо большое за интересную историю. Спасибо. Всех ждать. А у нас подошла еще одна семейная чета, которая хочет рассказать свою историю. Историю своей семьи, которая оставила след во Второй мировой войне. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий. Вот мой дед, Бочарников Андрей Иванович. Вот он прошел с боями всю войну. Участвовал он в освобождении территории Советского Союза. Потом освобождал Чехословакию, Венгрию. Ну, с боями дошел до Берлина. Он был командиром минометного расчета. Ну, он имеет, конечно, много медалей. В том числе, орден Красной Звезды. То есть, я вообще, ну, горд за своего деда. Горжусь им. Считаю, что человек не зря прожил свою жизнь. Поэтому хочу, конечно, в этот день, ну, поздравить всех. Всех с этим священным праздником. Праздником Победы. Пожалуйста, расскажите о своем ветеране. Нашего дедушку зовут Мухлуев Ардан Арбаданович. Он в 41-м году ушел на фронт осенью. А в 42-м, под Сталинградом, пропал без вести. Похоронку на него мы так и не получили. Бабушка ждала его, ждала, осталась с детьми, с тремя. И получается, больше никаких мы. Я сам своими силами искала какую-либо информацию. Ничего я не нашла. Единственное, что у нас есть дома, была дома книга, состоящая из четырех томов, в котором были все вот имя, фамилии указаны, да, и должности, и звания, то есть указаны, которые пропали без вести. Вот она состояла из четырех томов. И дедушка ее сейчас отдал в Музей Победы. Потому что истории надо делиться, чтобы не только она у нас дома лежала, а ну и все люди об этом знали и помнили. А вы попытались искать или, например, зарегистрировали на сайте Бессмертный полк? У нас есть сайт такой всероссийский. Мы на сайте не регистрировали, но лет пять назад я, наверное, пыталась найти. Вот данные вбивала на сайте, который без вести пропавших солдат, чтобы найти хотя бы где общей могиле или где-то, чтобы хоть приехать, поклониться. А так больше ничего. Без вести пропал. Сколько сейчас у него, сколько у него детей было и сколько осталось? Ну, было трое, сейчас осталось двое, по-моему, двое, да. Осталось, и вот у меня дедушка, когда он уходил на фронт, он родился в 41-м году, дедушка, его сын. Получается, вот бабушка вырастила одна детей и маленького сыночка подняла. Спасибо большое, спасибо. А у нас подошел еще один участник Бессмертного полка. Представьте, кто ты? Здравствуйте, меня зовут Александр. Хотел бы поздравить всех с Великим Днем Победы, пожелать счастья, здоровья и обязательно мирного неба над головой. Хотел бы пару слов рассказать о своих прадедах. Оба прадеда участвовали непосредственно в боевых действиях на фронте, на линии фронта. Получали боевые ранения, но после недолгого лечения сразу же рвались в бой. Это их привело к победе, они дошли до Берлина. После победы благополучно вернулись на родину. Также получили боевые награды за отвагу, за освобождение Варшавы и за победу. Я очень горжусь своими прадедами. Хотел бы, чтобы каждый человек учитывал всю эту отвагу, мужество, смелость. Чтобы каждый человек был личностью, чтобы вся эта отвага переполняла сейчас наш мир. Хотел бы еще раз всех поздравить с Великим Днем Победы. Всем всего хорошего и счастья и здоровья. Спасибо, Саша, тебе за такие хорошие слова. Тебя тоже. С Днем Победы. С праздником вас. К сожалению, время поджимает. Буквально один вопрос, о ком вы хотите сейчас рассказать. Это мой прадедушка Днепровский Николай Леонтьевич. Он 1916 года рождения. В 1939 году он был призван на Хангенгол, где был ранен. Потом, в 1941 году он был опять призван. И он служил, прошел всю войну, дошел до Берлина. Освобождал очень много городов. У прадеда очень много медалей. Две медали за отвагу. Есть орден Красной Звезды за то, что он сбил. Немецкий самолет. Но награда была ему присвоена только через 40 лет после окончания войны. Есть орден Второй Великой Отечественной войны, второй степени. Тоже нашелся этот орден только спустя 40 лет. Спасибо большое. Ну и я хотела бы поблагодарить всех участников за то, что пришли и поделились семейными историями. Спасибо большое. Итак, у нас на сегодня практически все истории, которые хотели рассказать, уже рассказали. Вот последняя наша участница бессмертного полка. Представьтесь, пожалуйста. Ой, Соколова Лидия Федоровна. Это в замужестве. Так я Швердигулина. Папа вот у меня, 14-го года, воевал на Курской дуге. Погиб в 43-м, 23-го августа, 43-го года. Деревня Понизова. Это 45 километров в лес. 23-го у него был последний бой. А мама прожила почти 93 года. В 2008 году похоронена в Чернышевском. Ей было 92 года. И там не дожила она буквально два месяца. Вот такие у меня родители. Замечательная история. Она работала всю жизнь, в общем, на фронт. Вот так вот. С праздником вас. Со светлым днем победы. Вот спасибо. И всех тоже поздравляю. С праздником. Здоровья всем мирного неба над головой. И долгих-долгих счастливых лет. Спасибо. С праздником вас. Отвага и безграничная любовь к жизни. Вот что помогло выстоять народу в те страшные годы. Сегодня же задача другая. Сохранить память, не забывать наших героев. Спасибо всем, кто принял участие в нашем телепроекте. Слушая ваши рассказы, поневоле задумываешься. Какое счастье, что наши дети, близкие не знают, что такое война. И дай бог, чтобы наше будущее поколение не знало все тяготы войны. Мы за светлое небо над головой. Мирный за мир. С днем Победы! С днем Победы! Не так давно в Мирном появилась очень хорошая традиция. Теперь на 9 мая всех кормят настоящей солдатской кашей. Ажиотаж такой, что очередь протянулась на несколько сот метров. И кашу расхватывают буквально за полчаса. Администрация Мирненского района подготовила горожанам одну полевую кухню. Вторую по традиции выставили казаки. Поэтому все желающие могли сравнить, кто лучше и сытнее готовил. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, каша вкусная, хорошо ли приготовлена и настоящая или солдатская? Очень хорошо приготовлена. Я, если честно, даже удивлен. Я думал, она такая резиновая будет, но нет, она даже с мясом. Вкусно, хорошо приготовленная. Очень нравится. А так, каждый год приходите сюда на праздник? Да, каждый год приходим. Да, уже как традиция. Конечно, кудач без каши там. Каждый год нужно попробовать, ощутить это все, подготовиться к службе в армии. А все собираетесь служить в армии? Да. Да, конечно. Понятие война для многих далекое и неведомое. Но есть среди нас те, кто не понаслышке знает, что значит ходить под пулями. Будучи сам ветераном, то есть испытав тяготы, да, или вообще испытав войну на себе, начинаешь в десятки раз, в сотни раз ценить еще сильнее, чем это было, конечно, до этого. Это тот день, когда надеваешь награды. В году их немного, там, один-два дня, но вот именно в этот день с гордостью, то есть можешь одеть и пройтись. Ну, в память, конечно, о наших предках. Не прошло и часа, как весь приготовленный запас каши был исчерпан. Погода также благоприятствовала радостному настроению. Поэтому своими эмоциями мирницы делились с окружающими. В том 41-м памятном году железным обручем сковала красоту, безжалостный, губительный охват, жизнь ленинградцев превратившей в ад, блокада. Нам, живущим, не понять, что чувствовал ребенок угасая, везя на санках умершую мать и губы от бессилия кусая. Особенно тяжело вспоминать эту войну тем, кто жил в то время. Они не любят говорить об этом, поэтому их фразы всегда краткие и лаконичные. Я дитя войны, поэтому очень тяжело было жить. Все ушли, отец, братья, все ушли на войну, голодали, но выжили. Поздравляю с Днем Победы всех мирнинцев. Желаю здоровья, здоровья, здоровья. После дегустации перловой и гречневой каши, сытые и довольные мирнинцы отправились на центральную площадь города, где для них устроили праздничный концерт. Военные песни в исполнении местных коллективов смогли перенести на время в эпоху военных лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова